Всем здорова друзья! С вами как обычно Цимус. Что ж, это вторая часть теста петард в гире. Во второй части будут гораздо более мощные петарды и мы будем тестировать гирю немножко по другой методике. В прошлом видеоролике мы тестили ее просто вот так. Ложили ее на бок и закидывали в нее петарды. Много было в комментариях. Цимус, ты не так все делаешь. Надо закидывать петарду и ставить ее на землю. И да, друзья, видите, мы тут до земли докопались. Она просто каменная. Смотрите, замерзшая. Мороз минус 10 сейчас на улице. А было и по минус 30, и по минус 50. Короче, в общем, земля очень каменная. Думаю, гире будет некуда деваться. Возможно, она даже лопнет в этом видео. Что у нас там по петардам? Давайте посмотрим. Начинаю вот с такой страйкбольной. Думаю, она будет сегодня самая слабая. П2000, П23. Вот такая связочка. Немножко слабоватая. П8000. Карамба. Очень мощная петарда, которую закинула даже кастрюлю на дерево. П9000. Биг Барабум. И также две мега мощнейшие связки. Думаю, они, если они не справятся с гирей, то что еще может с ней справиться? Потому что там отверстие, ребят. Но оно вот такое. Туда особые такие здоровые, мега мощные прям петарды не залезут. Так что будем тестить этими. И, возможно, с ней сегодня что-то произойдет. И да, друзья, хотел бы вам напомнить. Ни в коем случае не повторяйте увиденное в данном ролике. Все действия выполнены профессионалами. Я и моя команда соблюдают всю технику безопасности. Так что вы лучше смотрите. Но ни в коем случае не повторяйте. Делайте ваши ставки в комментариях. Справятся ли петарды с этой гирей? Или ей вообще по барабану будет? Я после прошлого ролика думаю, что ей будет по барабану. Хотя тогда в том ролике я думал, что следует что-то может произойти. Но нет. Нифига с ней не произошло. Хотя, возможно, новая методика даст свои плоды. В общем, не проверим, не узнаем. Погнали! Да, друзья, сейчас тест петарды P2000, как и обещал. Давайте ее для разминочки закинем. Вы сами понимаете. На разминке у нас P2000 сегодня. Ролик, значит, будет жарким. Зачем разминаться, да? Чтобы отточить все эти действия. Мы примерно уже так прикинули. Должно получиться нормально. Быстро закрываем, отходим. Ни в коем случае не повторяйте. Что же будет? Прикиньте сразу... Опа! Звуки! Звуки вообще жестко глушит гиря. Но она работает как глушитель. Думаю, кто знает устройство глушителя, тот поймет. Так, что там с землей у нас? Ооо! Да, ребят, земля, видите, каменная. Вообще практически ничего с ней не произошло. Что с гирей? Да гири тоже пофигу. Что ж, увеличиваем калибр. Петарда P23. Петарда P23. Последние такие маленькие петардочки. Дальше уже калибр конкретно просто увеличится. Будет интересно. Также вот эту связочку. Вообще ни разу такую не тестил. Посмотрим, насколько она будет мощней. Или вообще сработает ли она. Я даже не могу предположить. Будет ли она мощней P2000 также. Это тоже очень интересно. Блин, конечно, что-то неудобно слегка закидывать. Так, ну вроде все вышло. Все получилось. P23 залетела. Есть. Она уже гирю нормально, как по мне, да, подкинула. Вообще зачетно. Лайкос, ребят. Вы видели, тут гиря уже у нас подлетела. Ооо! Тут и землю пробило. Да ну нафиг. Аж землю пробило. Да, друзья, какая-то площадка у нас маленькая с землей. Сейчас побольше расчистим, чтобы легче было ставить. А то как-то не особо удобно. И будем тестить вот такую связку. И она из серебряных пираток. По секрету вам скажу. Только никому не рассказывайте. Так, что, друзья, все. Растичили тут полянку такую неплохую. Так. Блин, как бы они что-то не свалились. В общем, погнали. Ни в коем случае не повторяйте. Нифига, один фитиль, походу, только сработал. Капец. Как так-то? Они же вроде все... Раз, два. Что это было? Ребята, был какой-то один мощный бах. И все. И потом второй какой-то пых. Походу, нифига они одновременно не сработали. Я видел, почему фитили не загорелись. В следующий раз это учту. Подольше буду зажигалкой держать. Но бахнуло, блин, нормально. Мне кажется, серебряная пиратка на такое бы не способна была, да? Две, наверное, сработали. Одна. Нифига, просто пыхнул порох, который там просыпался. Ладно, переходим дальше. Увеличиваем калибр. Что там у нас? У нас же идет P8000. Тоже довольно мощная петарда. В тесте под кастрюлю она себя проявила. Почему я люблю строить вообще тесты под кастрюлю? Да потому что там сразу понятно, как высоко кастрюля подлетит, настолько мощная, значит, и петарда. Ну, конечно, там тоже свои нюансы есть, но не суть. Ладно, закидываем P8000. Видите, вот серебряные такие следы. Какая-то петарда точно не сработала. Возможно, даже не сработали две, а разорвали одну и, в общем, такой итог. Так, P8000 у нас залетает. На вторую камеру запись идет. Запустились в процессе. Поставил аккуратненько. Посмотрим. Вот сейчас может вообще жестко подлететь. Блин. Немножко... Волнительно даже. О-о-о! Что там произошло? За дымом нифига не видно. Звук какой-то такой очень колкий был. Очень колкий звук был, друзья. Что тут с гирей? Может быть, где-то уже есть трещина? Надо ее повнимательнее осмотреть. Так, друзья, нет. Ни одной трещины я вообще не вижу. Гиря, насколько я знаю, вроде чугунная. На 16 килограмм она. Почему на 16? И почему она старая? Потому что именно в 16 килограммовых старых гирях вот эти отверстия, они ничем не залиты и вообще не запаяны. Некоторые, кстати, на 16 килограмм гирю берут потом каким-нибудь цементом или чем-то еще свинцом туда заливают. Но нет. Эта гиря классическая на 16 килограмм. Конечно, мне не нравится вот эта черная краска. Я ее на Авито брал и там продавец ее сразу покрасил. Я бы наоборот лучше такую, знаете, облезлую, чтоб руки металлом пахли. Такую бы взял. В общем-то, ладно. Переходим дальше. У нас там петарда Карамба. Довольно мощная конфета. Которая нафиг просто подкинула кастрюлю. Вот на такое дерево примерно. Вот сколько здесь метров дерева. Я не знаю, друзья. Был на днях в Ашане. Даже вчера был. Нашел там такие дуги пластиковые. Они по 2 метра примерно стоят 30 рублей. Возможно, штук 10 таких взять. Ну или штук 15 даже, не знаю. И скинуть эту кастрюлю при помощи таких дуг. Сделаем большую палку. Посмотрите это в следующем ролике. Скорее всего, это будет. Ладно, погнали дальше. Тестим Амбу. Петарда, кстати, называется JFKSC3. Кодовое название. Ну а так, подпольная кличка Карамба у нее. О, вот так вот она залезла. Ребят, даже не проваливается. Блин. А как я ее накрою, нормально ли будет? В общем, посмотрим. Так, петель у нее не особо длинный. Отходим нафиг. Вот сейчас что-то... Может быть, блин. Блинский. Друзья. Это реально гораздо мощнее, чем просто закидывать их под гастрюлю. Звуки прям будто бы металл трескается. Будет, не знаю, как молотком по наковальне. Такой же звук. Так. Блин, это что такое? Это трещина? Нет, блин. Ну, трещины вообще нету. Хотя чугун, он по своей природе колкий. Смотри. Это что такое? Друзья, я не понял. Это что такое? Вот это что за дырка? Это что за дырка? Я не понял. Надо изучать. Походу, что-то произошло. Ребята, я не знаю, что это такое. Даже не могу предположить. Возможно, тут какое-то днище, что ли, от нее отлетело. Я не понимаю. Но что-то происходит. Ладно. Думаю, стоит увеличить калибр. Петарда P8000 должна быть, наверное, еще за сегодня точно самая мощная, я думаю, будет. И посмотрим, что она сделает. У меня уже закрадывается чувство, что что-то с этой гирей произойдет сегодня. Друзья, петарда P9000 сейчас залетает. Она, кстати, с эффектом должна быть. И вот если на земле ее тестить, прикольный эффект. Петарда, кстати, довольно-таки дорогая. Четыре штуки, что ли, полторы тысячи стоят. В общем, ладно, не суть. Закидываем ее. Посмотрим, как себя этот эффект, блин, проявит. Я не понял, вторую камеру начал, запись нет. Отойду подальше, ё-моё. Есть! Да ну нафиг, блин, что это за звуки? Меня эти звуки просто воодушевляют. Так, 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 нет. Гире вообще пофигу. Походу, да. Непробиваемое. Мне кажется, вот это отверстие, ребят, смотрите, оно становится больше. Ну, в остальном пока что без изменений. Вот какую-то вмятину обнаружил. Ну, мне кажется, она была. Увеличиваем калибр. Сейчас я не знаю, ребят, залезет ли эта петарда. Называется Биг Барабум. Ну, мне кажется, она будет на уровне с этой петардой. Когда мы тестировали петарды под наковальней на льду, она лучше всего себя показала. Также, друзья, строкбольная петарда. На картинке была, мы ее взяли. Я почему-то думал, она залезет, но она туда немножко не пролазит. С ней подумываем, что делать уже в конце видео. Может быть, просто на земле. Может быть, как-нибудь все-таки туда пропихаем. Хотя, навряд ли. Ладно, Биг Барабум. Ну, давайте сразу посмотрим, залезет он или нет. Чего уж тут стесняться. О, о, друзья, нифига не залазит. Вот настолько, видите, выпирает. Возможно, его стоит подкоротить. Сейчас включимся, не переключаемся. Друзья, короче, укоротили тут петарду Биг Барабум. Вот она заглушка. Тут их двойная заглушка системы. Между ними были вот такие вот опилки. Это не порох, ничто. О, смотрите, они с каким-то золотым оттенком. Может быть, так в этих петардах золото перевозят. Ну, вот прям смотрю, прям золотые вкрапления. Видите, прям отдает золотом. Металлический такой цвет и золотом отдает. Я не знаю, может, реально золото, какая-то партия была там, чтобы переслать петарды золотые. Непонятно, друзья, очень странно. Обязательно напишите об этом в комментариях. Ну, здесь прям... Ну, явно какие-то золотые частички металлического цвета. Ладно, закидываем Биг Барабум. Что ж, друзья, тестили мы Биг Барабум и у нас произошел инцидент. Какой, спросите вы? Ничего страшного. У нас просто сели петличные микрофоны и там звук просто был ужасный. Звук туда не будем вставлять. Просто посмотрите, как он бахнул. И можете заценить звук со второй камеры. Там он, думаю, записался. Да, друзья, также после Биг Барабума пришла очередь связки. Связка была из трех штук P2000. Мы ее протестили, она у нас сработала. Посмотрите, как это было. Было очень мощно. Мне кажется, гиря-то подлетела просто выше крыши. Я даже вот сам сейчас, когда это записываю, даже не знаю, что там как было. Ну, звук со второй камеры тоже вы можете посмотреть. И что ж, как записалось, я не знаю, ребят. Вы уж сильно не серчайте. Также мы потом тестили P23 связку. Она у нас не сработала. Но у нас есть вторая связка из P23. Видите, она уже в другой немножко изоленте. Сейчас ее протестим. Ни в коем случае не повторяйте. Надеюсь на ваше понимание. Что ж, гиря, пришел твой черед отправиться на металлолом. Погнали, друзья. Связка P23. Дубль 2. Твои слова водиться. Так не годится. Погнали, друзья. Давай. Есть контакты. Вот это было. Друзья, блин, что-то камера еще у нас лагает. Пишет ошибка карты. В общем, сегодня явно не наш день какой-то. Просто, не знаю, снега еще все замело. Пешком пришлось идти даже нам досюда в этот лес. Гирю эту на себе тащить. В общем, друзья, гири по барабану. P23 та связочка сработала. Ну и вообще по барабану. Я не знаю, друзья. Просто эту гирю такими обычными петардами, которые туда пролезут, не пробить. Если его только полностью забивать порохом, блин, и тестить, тогда, возможно, что-то произойдет. Но этого ни в коем случае повторять вам не рекомендую. Смотри туда. Здесь это какой-то петарды. В общем, земля даже расплавилась. Видите, какой след. Друзья, что ж, осталась последняя страйкбольная петарда. Куда ее тестить? В гирю она не залезет. Да и слабая она. Смысла, думаю, особого не будет. Давайте просто на земле протестим. Тем временем, можете подписаться на канал, проверить колокольчик, потому что дальше следующий ролик выйдет с канистрой. Потом также планирую заснять ролик, я обещал, с более чем 100 литров воды замороженной, то есть со льдом, с огромными грибами льда. Возможно, скорее всего, пытались мы заморозить, она нифига не замерзает. Надо вырезать где-то на водоемах, бензопилой, лед, и это все будет. И также по поводу той киношной петарды я хочу собрать тоже побольше каких-нибудь таких интересных мощных петард и протестить. Думаю, в январе, феврале, зимой, в общем, этот ролик мы выпустим. Ладно. Так что подписывайтесь, не пропустите тем самым ни один ролик. Чеку я уже выдернул. Закидываем. Блин, зайдем, нам уже подальше. Что будет? Есть! Блин, нормально! Кстати, друзья, по секрету, по секрету всему свету мне уже идет посылочка с новенькой пиротехникой. Будут новые интересные петарды. Так что подписывайтесь, дальше будет только интересней. Надеюсь, они будут мощные, ну и в то же время интересные. У нас снега замело просто весь полигон, нам даже пешком пришлось идти, не помню, говорил, нет это. Вот такая красота. Что ж, кто лайк еще не поставил, по-любому ставьте. Что-то у нас техника сегодня подводит. То камеры они записывают, то еще петлички сели, но это, в принципе, бывает. Ничего страшного. Ладно, всем огромное спасибо за просмотр. Всем до встречи и всем пока!